Приветствую, меня зовут Виталий, я главный инженер компании Землечист. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать идеальный участок, чтобы на нем было комфортно проживать, чтобы можно было построить все, что вы задумали, и при этом не переплачивать миллионы за исправление ошибок, допущенных на самом старте. Не переключайтесь, будет интересно. Смотрите это видео до конца. Мы вложили в него опыт более 10 лет и более 2,5 тысяч участков наших заказчиков. Старт выбора участка, как ни странно, это не инженерное изыскание и не какие-нибудь там сметы, а это анализ локации, где он находится, и окружающей инфраструктуры. Удаление участка от города, сколько до него ехать. Оптимальным, например, считается время езды, это час-полтора на том или ином виде транспорта. Расширим понятие инфраструктуры. Имеются в виду населенные пункты рядом. Дороги, остановки, транспорт, больницы, детские садики и школы. Ведь сегодня вы отдыхаете на даче, ну, например, на выходных. Но не исключено, что через какое-то время вам придется здесь жить постоянно, и это будет очень важно. А иногда бывает и наоборот. Есть запрос на участки в самой-самой глуши. Когда, например, это вторая дача или городская суета просто надоела. Тогда, конечно, нужно учитывать, чтобы участок был далеко, но это скорее исключение из правил. Следующий важный момент, на который нужно обратить внимание прежде всего, это рельеф. Причем в данном случае это не микрорельеф вашего участка, а рельеф в масштабах поселка или даже нескольких поселков. Это понятие называется мезорельеф. Так вот, очень важно, чтобы на мезорельефе ваш участок не оказался в низине, в точке водосбора. На таких участках с водой сделать практически ничего невозможно, потому что ее просто некуда отвезти. Это может быть и заболоченный участок, это может быть и какой-то ручей, который не так очевиден на самом старте. Также следует избегать участков в поймах рек и в различных старицах, потому что с этой водой сделать практически ничего невозможно. Единственное, когда оправдан выбор подобных участков, это когда вы это делаете умышленное. Например, вы хотите разместиться на берегу реки и вам нужен причал для лодки. Но следует понимать, что это потребует серьезного инженерного сопровождения и приглашения соответствующих специалистов. Далее следует обращать внимание, какое наследство вам достается на этом участке. Старые строения, замусоренный лен, заросший. Например, если вы собираетесь все это сносить, можно в нашей компании попросить смету на стоимость сноса и вывоза данных строений. И прийти к хозяину участка с этой сметой в качестве скидки на покупку данного участка. А сами строения могут, например, содержать в себе не только приятные антиквариатные мелочи, но и паразитов, которые явно повлияют на ваши будущие постройки. Также помним, что интеграция в существующие строения и ремонтные работы в них, реставрации, это всегда сильно дороже, чем построить заново. Поэтому 10 раз подумаем, прежде чем будем влезать в существующие старые строения. Трезвая оценка особенностей участка дает вам возможность не уйти в долгострой. Вы должны на старте понимать, сколько времени денег у вас уйдет на те или иные подготовительные работы. Если участок заросший, вы должны понимать, что на его расчистку и подготовку к строительству уйдет определенное время и деньги. Или, например, как здесь участок поднимается, потому что он находится в низине. Это тоже довольно приличные затраты на инженерные мероприятия. Например, вот этот заросший участок, купленный зимой, смотрелся просто великолепно под снегом. А потом оказалось, что здесь свалка строительного мусора и что все вот это надо выкашивать и расчищать. Есть бытовой мусор, который поедет на отдельный бытовой полигон. Есть строительный мусор, он поедет на отдельный строительный полигон. Это дополнительная логистика вывоза мусора. Вроде бы операция простая, но ее сложности многие недооценивают. У покупки участков в чистом поле есть свои плюсы и минусы. Например, нарезается свеженький коттеджный поселок. Вам обещают газ, свет, воду, благоустройство территории, детские площадки и магазины. Но иногда ждать выполнения этих обещаний приходится годами и жить в неизвестности, будет ли въезд на ваш участок или нет. Еще одна особенность – это необустроенность соседних участков. Вот, например, отличный пример. Смотрите, здесь мы можем посадить живые изгороди, да, мы знаем, что окна выходят у соседа сюда, и мы закроемся от него живыми изгородями. Здесь мы сделаем еще какие-то посадки, чтобы видовые точки были перекрыты нужным, необходимым образом для дизайна. На голом участке этого ничего нет, и для нас совершенно неизвестно, что там будет и от чего нужно закрываться. Далее, вот этот участок покупался для того, чтобы смотреть вот в эту прекрасную далекую даль. Но сосед через дорогу может здесь построить двух- или трехэтажный особняк, и видовой точки попросту не будет. Подобная неизвестность может иметь и куда более серьезные последствия. Например, сосед не только построит огромный дом, но и отсыпет весь свой участок. Таким образом, с его высокого участка вся влага, грязь попрет на ваш. Ваши инженерные мероприятия, которые вы предусмотрели до этого, могут не справиться, потому что они были выполнены исходя из других условий. И тогда, конечно, все это придется переделывать по чистому газону, по новым дорожкам, по красивым посадкам. По другую сторону фокуса уже обжитые поселки, ИЖС, коттеджные, садовые товарищества. По ним вроде бы все понятно. Уже стоят заборы и дома соседей, посаженные деревья, и как бы картинка ясна. Но надо понимать, что с этой картинкой приходится мириться. И лучше, конечно, приглашать архитектора, ландшафтного дизайнера для того, чтобы встроить свой участок и свои пожелания к нему в уже существующие границы. Приведем несколько примеров. Вы придумали отличное классное место для кострища. Вы там будете собираться, пить чай с друзьями, медитировать с книжкой. Но рядышком находится навес соседа или гараж. Точка не очень видовая. Ее нужно будет закрыть живой изгородью. И, конечно, это лучше учесть заранее. Или у вас планируется бассейн. А окна соседа со второго этажа будут смотреть прямо на этот бассейн. Конечно, это нужно учесть и выполнить зеленые насаждения между окнами и вашим бассейном. Есть еще группа участков, находящиеся в лесу или на его опушке. Об антураже этих участков можно говорить долго. Но следует помнить и о негативных факторах, которые оказывают лес на наш участок. Во-первых, сами деревья. Они могут болеть. Их нужно регулярно обрабатывать. Хвойники, например, от короеда. Во-вторых, ураган. Дерево может упасть и повредить дом. Или даже нанести травму самому человеку. Поэтому деревья особым образом растягивают в верхней части. Такая процедура называется каблинг. Надо понимать, что в нашем лесном участке совершенно другая освещенность и совершенно другая кислотность почвы. Привычный нам газон расти там просто не будет. Растения, к которым мы привыкли на освещенных территориях, будут себя там чувствовать плохо, будут болеть. Например, выселим газон и через полтора года он просто превратится в мох. При озеленении подобных участков дендрологи применяют различные приемы. Например, используют почвопокровные растения, которые отлично себя чувствуют в лесу. Ну и, естественно, эти невыносливые кусты и даже эти невыносливые крупномеры. Здесь, конечно, нужно обратиться к специалисту, чтобы он подобрал растения с учетом особенностей вашего участка. Все строительные объекты на лесном участке тоже должны быть подчинены лесу. Нужно правильно посадить дом на участке. То есть нужно обратиться к архитектору, чтобы он разместил его так, чтобы деревья остались живы, но при этом дом смотрелся великолепно. Есть ограничения по дорожкам. Невозможно делать корыто и классические дорожки, потому что деревья своими корнями не дают это сделать. Приходится либо убивать дерево, либо делать дорожки. И вот когда ландшафтный дизайнер или архитектор правильно посадил вам дом и все строения между этими деревьями, вы их связываете дорожками, например, деревянными настилами или дорожками из плетника. Они не повреждают корневую систему и великолепно выглядят. Лесные участки просто прекрасны своей тенью под кронами деревьев, чистым свежим воздухом, настоящей лесной атмосферой. Но у них есть свои минусы, и это нужно учитывать. Следующая категория участков – это участки на рельефе или расположенные на большом уклоне. Здесь нужно понимать, что затратный коэффициент на производство работ и на строительство дома, и на благоустройство будет значительно выше, чем на ровных участках. Например, на участке 6-10 соток, на котором перепад составляет примерно 2 метра, коэффициент на строительство дома будет увеличен раза эдак в полтора, а на благоустройство – ну, как минимум в два. На что это пойдет? Террасирование участка, различные подпорные стены, откосы, лестницы и ступени и декоративные элементы, связанные с этим. И вот лет 15-20 назад такие участки считались неликвидом, потому что их благоустройство стоило очень дорого. А сейчас участки с хорошим высотным перепадом находятся наоборот, в тренде. С них, как правило, открываются великолепные виды вдаль, и сами вот эти приемы обыгрывания этого высотного перепада, они сейчас очень красивые, но и более затратные. Конечно, нужно обращаться к специалистам, к дизайнерам, к архитекторам, чтобы правильно воспользоваться этим преимуществом участка. Ну, конечно же, участки у воды – это невероятно красиво и здорово. Но и здесь есть свои минусы. Во-первых, крупные водные объекты, водохранилища, реки, озера – надо понимать, что уровень воды в них непостоянный, они могут выходить из берегов. И эта вода, которая выходит из берегов, она может размывать конструкции дорожек, подмывать фундаменты, сильно обводнять озеленение и посадки на участки. И все это от одного паводка может просто погибнуть. Далее следует понимать, что какой уровень воды в водоеме, ну, например, прудик рядом в СНТ-шке, то точно такой же уровень воды, скорее всего, и вокруг, на всех прилегающих участках под землей. Это значит, что эта близкая вода стоит на вашем участке. Это значит, что фундаменты, основания дорожек и, опять-таки, все озеленение должно учитывать близко расположенную воду под землей. Зимой вся эта вода замерзает и разрушает основания и даже фундаменты строений. Более того, сама река замерзает, и вот этот лед, он поднимается, и на береговой линии лед может разрушать все пограничные с водой постройки. О чем я еще не сказал? Это о типе грунта на вашем участке. Но сразу оговорюсь, если вам участок подходит по всем основным глобальным условиям, по инфраструктуре, по его расположению и так далее, то тип грунта — это, скорее, условия для строительства, которые необходимо просто учитывать. Пожалуй, самый классный тип грунта, который мне лично больше всего нравится, — это пески и супеси. Настоящий подарок для строителей. Он прекрасно дренирует воду, а это значит, что не требуется дополнительных дренажных мероприятий для дорожек, для фундаментов. Если уровень грунтовых воды позволяет, грунтовых вод, то можно всеми дренажами просто пренебречь. Фундаменты на подобных грунтах чувствуют себя просто прекрасно и не нуждаются в дополнительном усилении и армировании. Эти грунты лишены всякого морозного пучения, а значит, дорожки будут себя чувствовать на них тоже отлично. Но с точки зрения растеневодства есть свои минусы. Данный грунт не удерживает в себе влагу, она очень быстро уходит, а это значит, что растения нужно чаще поливать, нужно формировать определенные условия в грунте во время посадок, и для растеневодства, конечно, это минус. А вот, например, глинистые и суглинистые грунты прекрасно удерживают влагу, и растения в них себя чувствуют относительно хорошо. Но из-за удержания влаги они подвержены морозному пучению, и поэтому все дорожки и фундаменты должны быть усилены, должны быть выполнены дренажные мероприятия, и вообще сток воды с участка должен быть продуман с инженерной точки зрения. А вот как раз тип грунтов, который я меньше всего люблю, это торфяники. Это самый непредсказуемый грунт. В советское время очень много садовых товариществ было нарезано именно на торфяниках. Чем он плох? У него совершенно непредсказуемая несущая способность. На нем можно построить дом, и этот дом может утонуть, его может перекосить, сломать. Для того, чтобы привести участок на торфянике в пригодное строительное положение, необходимо произвести такую процедуру, как замену грунта. Эта замена на участке 6-10 соток может стоить 1-1,5 и даже 2 миллиона рублей. Прежде чем купить участок на торфянике, 10 раз подумайте, оно вам точно надо. Таким образом, идеальных участков не бывает. Это всегда определенный баланс различных характеристик, и нужно осознанно выбирать именно те, которые нужны именно вам. Экономия на стадии покупки может обернуться очень большими затратами в дальнейшем, в реализации. Рассчитывайте стоимость благоустройства участка в компании «Землечист». Мы дадим подробные рекомендации и стоимость работ. Наши контакты в описании. С вами был инженер Виталий. До новых встреч!